Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь вы не сформировали свой вопрос к психологам. Вы его не обозначили. На мой взгляд, достаточно четко. Просто что делать, помогите. Но что делать, чтобы что и помочь вам в чем. Если говорить о том, что я чувствую в вашем тексте, то я бы сказал, что это какой-то элемент, тотального, знаете, недоверия, что ли. И нет, это совершенно не означает, что вы должны терпеть обман. Это совершенно не означает, что вы должны молча проглатывать какие-то вещи, которые вам неприятно изставляли. Но это скорее означает, что в ваших отношениях нет доверия. И измена, вероятно, это показатель. Показатель в первую очередь состояния ваших отношений. Это в первую очередь индикатор того, как ваши отношения на данный момент выглядят. Это показатель того, как ваши отношения, что ваши отношения на данный момент из себя представляют. Хоть мне кажется, что в вопросе доверия это всегда невозможность в том числе полагаться на себя. И попытка изменить другого человека, чтобы вам было спокойно. Словно говоря, ваша жена, как вы сами говорите, 8 лет живет. Так. Это иными словами в рот. Да, у нее могут быть определенные сложности. Вне всякого сомнения, вне всякого сомнения, определенные сложности у нее есть. Но имеет ли это значение, вот в чем вопрос. Ведь если вы вступаете с человеком в отношения, то вам предполагается, что вы принимаете человека таким, какой он есть. В вашем же случае, ситуация выглядит так, что вы не принимаете ее такой, какой она есть, и постоянно пытаетесь ее поменять и переделать. Мне кажется, что это, наверное, худшее, что вы можете сделать в вашу положившуюся ситуацию, пытаться переделать ее, пытаться изменить ее. Пытаться компенсировать свою тревожность, свою неуверенность и, может быть, даже свой страх. Страх повторения ситуации, повторения измены. Но будет пытаться компенсировать непрожитую боль от измены. Как раз таки вот в виде такого контрола. То есть, условно говоря, условно говоря, как это выглядит. Выглядит это так, что она воврет, вы пытаетесь контролировать. Она воврет, вы пытаетесь ее наложить поймать. Ну, и граждан. И таким образом и выстраивается, на мой взгляд, ваше отношение. Собственно, я полагаю, что к какой-то степени именно поэтому вам может быть столь некомфортно в отношениях. Потому что вы пытаетесь ее поймать, чтобы убежать от себя, а она бежит от себя, чтобы обмануть вас. Поэтому, начинать здесь в первую очередь нужно с вашей травмы. Травмы измены, вероятно, вероятно. А может быть и с общей вашей тревожностью, недоверенностью в себе, неуверенностью в себе, страхах и так далее. Подпринятием себя, в общем-то. Сейчас вы пытаетесь, на мой взгляд, быть сильным там, где не так сильно это нужно. То есть, может быть, вы пытаетесь быть сильным, где это не нужно вообще. Но вы пытаетесь это делать, вы пытаетесь, вы пытаетесь быть сильным, несмотря ни на что, ни на что. И свои силы вы видите в контроле и в поиске какой-то истины. Хотя, очень очевидно, что ваша жена прекрасно осознает, что обманывает, прекрасно осознает говорить, но по-другому она не может и хочет и продолжает это делать. Поэтому, повторюсь, вы обращены на нее целиком и полностью в отношениях, а она обращена на внешний мир. То есть, никто из вас не смотрит на себя, никто из вас не обращает внимания на себя. И мне кажется, что это один из, наверное, таких вот, я бы сказал, ну, наверное, принципиальных моментов. Потому что деструктивные отношения выстраиваются, когда партнеры постоянно пытаются опереться на себя. Постоянно, ой, на другого, наверное, в отношениях, простите. Постоянно пытаются опереться в отношениях на другого, да. То есть, на кого-то, но не на себя. На кого-то, но не на, но только не на себя самого. Вот и вы, Рислан, мне кажется, пытаются опереться на свою жену, которая не опирается на саму себя. Вот. То есть, по сути, это абсолютно бесперспективное занятие, потому что сами по себе вы тревожный человек, вероятно. Вот. Она сама по себе, человек тоже неспокойный, но никто из вас не может опереться на другого, потому что не может опереться на себя. Да, будь вы спокойнее, будь вы увереннее в себе, вот, продемонстрировав идеей, что вы незыблемы. Вот. И не реагируйте на мелочи. Мелочи, вот, потому что измена к мелочам отношения прямого не имеет. То есть, да, безусловно, на основании того, что она вам изменила, можно сказать, что какие-то мелочи к этому привели, конечно. Но не факт, что эти самые мелочи действительно образовывают в итоге измену. Измена сама по себе является признаком кризиса, определенного кризиса в отношении. И вам, на мой взгляд, это нужно понимать. То есть, понимаете, понять главное, что, как бы, тревожные вы сами по себе. А она вам в определенной степени транслирует вашу позицию, которую вы, вероятно, имеете. Но не замечаете, такой, такой, э-э, э, э, ну, такой, достаточно, важный, получается, аспект, да? Что вы не замечаете, э-э, какую мысль транслируете вы, свои зрения. А в ней транслируете примерно такую мысль, что, например, ты должна быть честна. Ну, она, может быть, и должна быть честной, может быть. Может быть, она и должна быть честной. Но вопрос заключается в том, может ли она быть честной, и принимаете любви её нечестной. Если нет, если вы её не принимаете нечестной, то ставит вопрос, а какие у вас к ней чувства. Вероятно, это чувство немножко не про любовь, а про попытку компенсировать определённые ваши противоречия, определённые ваши страхи может быть. Какая штука. Это, на мой взгляд, очень важный момент. Если вы этого не включаете, если вы этого не включаете, то ставится достаточно неприятно. Поэтому начинать нужно именно с того, как вы реагируете на её лошадь. Да, тут вот говорить, что у вас это бесед, вы говорите, что вам это неприятно. Вот. Вот ключевой момент. На мой взгляд, в этом и заключается в том, чтобы понять, что же там, в том, что вас бесит, например, есть ещё. Правила это определённые другие переживания и чувства, которых вы не замечаете. Вот. И наша задача сделать так, чтобы вы их заметили и изменили, бы, изменили отношение к самому себе, вот, изменили бы отношение к самому себе. И изменили бы таким образом отношение к своей жене. Вот. Было бы это очень здорово. Надо дотянуться путём работы. Я думаю, что вряд ли ваша жена испает, что то, что происходит, это проблема. Вот. Я не думаю, не думаю, что ваша жена скажет, что то, что она много взят, это проблема. Поэтому сама консультироваться она скорее всего не будет. Именно сама консультироваться она не будет. Значит, ну не начать работу над собой, в первую очередь, вам. Да? Вот. И уже принести в ваше отношение с психотерапией. Врелость, взрослость, искренность, силу и любовь. То то, что вы можете сделать. Для себя и для своей семьи. Вот. Конечно, если вы хотите, действительно, ваше отношение сохранить. Вот. Потому что, ну, на данный момент ситуация выглядит такой, что вы родитель, да, такой, а она ребёнка. Вы пытаетесь что-то непослушного ребёнка значит контролировать. Ну. Редко, редко, редко когда это получается хорошо. Редко. Очень редко. Вот. Я думал. Тут, мне кажется, нужно смотреть правду в глаза. Вот. Такой, какая она, это правда есть. Вот. А не такой, какой, может быть, вам хотелось бы, чтобы она была. Да. А то, что вам хочется, то, что вам хочется, реализовываться самому, реализовываться самостоятельно. Независимо, при этом, от своей жизни. Вот, я думаю, примерно так. Ложь всегда происходит из... Ложь это всегда простынь. Это всегда про непринятие чего-то в себя. И пекали. И ваши отношения нужна помощь и поддержка, так же, как и вам. Но поскольку обращайтесь к нам, вы, и давайте с вас и очнём. Да. Вот. И вам поможем. Вам обрести равновесие и уверенность в ней зависит от того, что делает ваша жена. А подальше вы уже посмотрите, какие у вас к ней чувства. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.